Большое вам спасибо! Спасибо, Дэйна! Спасибо, Кит-Рок! Иногда тебя называют Бобом! Спасибо тебе, Ли! С самого начала! Прекрасная песня! Друзья, делегаты, соотечественники, я перед вами сегодня, в этот вечер, передаю вам уверенность, силу. Через четыре месяца у нас будет замечательная победа, и мы начнем четыре величайших года в истории нашей страны. Как сказал, мы начнем новую эру безопасности граждан всех религий, цветов, живущих в нашей стране, и мы быстро восстановим ту разрозненность, которая появилась в нашей жизни. Мы делим общую судьбу, мы поднимаемся вместе или мы разваливаемся на пуске. Я иду на эти выборы как президент для всех американцев. Нет победы, если победит только половина Америки. Сегодня с верой и посвящением я принимаю гордостью вашу номинацию на пост следующего кандидата, следующего президента Соединенных Штатов. Вот путь с 2020 года, да? Забудьте до 2020 года, на секундочку, попробуйте. Вот эти четыре года, которые провел Дональд Трамп в постоянной борьбе, теряя своих союзников. Си Беннер в тюрьме. Вчера выступал Питер Наварро, только что выпущенный из тюрьмы. 300 человек, которые были, я потерял счет, сколько людей сейчас в тюрьме за то, что они пришли к Капитолию 6 января. К Капитолию. В Вашингтон. Я чудом не оказался внутри. Горожаю свою благодарность в этот вечер американскому народу за ту неизбывную любовь. Те, кто был у меня, после того, что еще, и те, кто выразил это после покушения на моем ралли. Как вы знаете, четверть, полсантиметра для метрической системы. Пуля прошла от головы. Я вам расскажу, что произошло, и вы никогда больше об этом не слышите. Слишком болезненно, что рассказали. Это был теплый день в городе Батлер, Пенсильвания. Музыка была громко, и компания шла прекрасно. Я вышел на сцену, и толпа приветствовала меня громко. Все были очень рады. И начал говорить. Сильная, веселая речь была. Я обсуждал замечательную деятельность администрации на южной границе. За мной и справа был большой экран, который показывал график, как пересекалась граница, когда я был президентом. И это было потрясающе. И надо было видеть этот график. Я стоял вот так, повернулся направо. И был готов начать. Еще повернуться больше. Я этого не сделал. Я собирался вернуться еще больше. Я услышал громкий, тужащий звук, свистящий звук. И я почувствовал сильный удар в правое ухо. Я подумал, что это такое. Это может быть только пуля. И приложил правую руку к уху. Моя рука была в крови. Я тут же понял, что это было очень серьезно. Что я отракован. Перед одним движением я опустился на землю. Стрельба продолжалась. И смелые агенты Секрет Сервиса бросились ко мне. Действительно, побежали на сцену. Потрясающие люди. И они закрыли меня собой, чтобы сохранить мою жизнь. Кровь продолжала ловиться. Но я чувствовал себя в безопасности, потому что Бог был на моей стороне. Это очень большое дело для американцев, если кто-то не знает об этом из живущих здесь, и кто-то смотрит из-за границы. Когда вспоминает Бога, правительство, массы народа, и плетет глаза и сердце. Любой религии. Если бы я продолжал поворачивать голову в тот момент, я бы не стоял здесь перед вами сегодня. Мы не были бы вместе сегодня, если бы я продолжал. Самое невероятное, что произошло в тот ужасный вечер, увидели все. Даже когда одна пуля вылетает из ствола, в этот день много пуль видели. Но обычно люди сразу бегут к выходу. Не в этот раз. Не в этот раз. Это очень необычно. Эта толпа из десятков тысяч людей стояли и не сдвинулись в место, ненадюбно. Они все встали и стали искать, откуда здесь сидит снайпер, откуда он стреляет. И потом начали показывать на него. Вы можете это видеть. Смотрите на небольшую группу позади меня. Никто не побежал никуда. Не было давки. И масса жизней была спасена этим. Есть причина, по которой они никуда не двинулись. Они знали, что происходит. Они видели всю трагичность происходящего. Многие думали, большинство думало, что я убит. Интересно, статистически. Вот эти части тела, куда я был ранен, эта часть тела, она наиболее расположена к тому, чтобы обильно кровоточить. Кровь в этих местах. Люди не хотели покидать меня. Я был в беде, и люди не хотели бросать меня. Кровь была в езде. Невероятные люди. Пули летели над нами. Я чувствовал себя спокойно. Но теперь агенты Секрет Сервис себя подвергали риску. Или были совсем рядом с ними. Они не останавливались. Наши снайперы одной пулей убили этого убийцу. Я не должен был бы быть здесь сегодня. Не предполагалось. Нет, ты должен быть здесь сегодня вечером. Кричит толпа. Спасибо. Спасибо. Но я вам скажу, я не соглашаюсь. Я стою перед вами только из-за милости всемогущего Бога. Читая отчеты последних нескольких дней, говорят, что это была рука проведения. Наверное. Когда я был окружен Секрет Сервисом, люди думали, что я уже умер. И на листах было много печали. Листи выражали печаль. Но я хотел что-то сделать, чтобы они... И люди поняли, что со мной все в порядке. Я поднялся, я видел тысячи и тысячи людей, которые ждали. И стал кричать «файт, файт, файт, файт». Драться, драться, драться. Боритесь, боритесь, боритесь. Спасибо. Когда мой сжатый кулак пошел вверх, и вы видели эту фотографию, он был в воздухе. Люди поняли, что со мной все в порядке, и они взрывели, думая о нашей стране. Глядя на гигантский кулак Дональда Трампа, я вспомнил эту всю историю всего. Критикой его круг, его ладони, помните? Агенты действовали смело, решительно. Очень трагично, что один из наших граждан-американцев погиб от пули убийцы. Невероятно. И два замечательных воина также были всерьез ранены. Я сегодня говорил с ними. Вспоминаю их, кто именал. Джейли Дэш и Эйп Коппенхеймер. Я говорил с теми иметь их любви. Я молюсь и люблю их. Мы никогда их не забудем. Они были серьезными трампстерами. Кори, к сожалению, погиб пожарник в прошлом. Уважаемый человек истребил после себя жену Элен, Элен и двух драгоценных дочерей. Потерял жизнь. Действуя как человечество, защитив их от огня, закрыл их своим темам. Какой был замечательный человек. Элен, Элен, Ван Манжелый, элен, Элен. Элен, Элен, Ван Манжелый, АПЛОДИСМЕНТЫ В этом есть что-то особенное. Я горжусь тем, что последние несколько дней мы собрали 6,3 миллиона долларов для семьи Дэвида, Джеймса и Кори. Включаю от моего друга, который только что позвонил мне и прислал чек на миллион долларов. От Дэна Нюланда. Спасибо, Дэн. В разговоре с семьями, я говорю, люди пришли там много денег, но они не смогут компенсировать те потери, которые вы понесли. Ничто не может занять место Кори. Сейчас уже лучше, они чувствуют себя гораздо лучше, эти двое раненых. Но не бойцы. Теперь хочу, чтобы мы просили минуты молчания нашего друга Кори. Нет больше любви, чем отдать свою жизнь и своего близкого. Это любовь, которая приведет Америку с наивысшим достижением духа победы. В этот вечер мы объединяемся, вечер после этой подлой атаки. Мы объединяемся, мы американцы. Нам нужен Трамп. Спасибо. Мы хотим Трампа некоторые перевозят. Наша решимость нерушима. Мы создадим администрацию, которая послужит американскому народу лучше, чем когда бы то ни было. Какие бы препятствия ни были у нас на пути, мы не надломимся. Я никогда не перестану сражаться за вас, за ваши семьи и за то, чтобы поменять нашу страну к лучшему. И все, что я могу дать со всей энергией, которая во мне есть, я это клянусь отдать нашей стране, нашему народу. И надо развернуть нашу страну как можно быстрее. Я сделаю это быстро. Эти выборы должны быть о том, которые должны быть решены в нашей стране. И как ее сделать снова великой. Наша политика нас серьезно разделяет. Мы одна, один народ. Под Богом. У нас есть свобода и справедливость для всех. И мы не должны криминализировать наши несогласия и диссидентства. Такого не было в Америке никогда. Мы немедленно должны остановиться в том, что мы превращаем в оружие систему правосудия, которые тут же используют враги демократии против нас. Просто они говорят неправда. На самом деле я спасаю демократию для американского народа. Большая новость. Понедельник. Айлин Кеннон, очень уважаемая студия, и уволила прокурора фальшивого дела против меня. Дело было выброшено сюда. Суд прекратил это дело. Если демократы хотят объединить нашу страну, они должны прекратить охоту на ведьм, которую они ведут последние годы. И они должны это сделать без промедления и позволить нашим выборам идти законным путем. Я горжусь, что в этом путешествии со мной находится моя замечательная жена Мелания. Мелания, огромное благодарность тебе и написала потрясающее письмо Америки, призывающее к примирению. Застала республиканскую партию в Северосток, между прочим. Серьезные люди сказали, что это письмо надо взять и сделать частью республиканской платформы. Хочу поблагодарить свою замечательную семью. Называю всех по именам. Бэрон. Конечно, Бэрон. И, конечно, 10 моих внуков и внучек. Одна из которых сидела у меня на коленях. Как замечательно выступил Дэйна, правда? Замечательно выступил. Он, наверное, первый отдых был в его жизни, с которого я его выдернул. Он был очень далеко со своей женой, очень красивым местом. Мои люди позвонили ему. Он сказал, что я не могу это сделать. Они сказали, что Дэйна не сможет это сделать. Он был моим первым и третьим выбором. Я сказал, что это слишком плохо, но я понимаю. И через 30 минут Дэйна позвонил, мне сообщили, он это сделает. Ты не можешь его подвезти, сказала его жена. Мы должны ехать. Вот вам жена. И он сделал самолет. И через несколько времен он вернулся сюда. Приехал сюда и скоро вернется. Для нее я очень благодарен ему. То же самое с Педрохом. Рэпером, который выступал с Педрохом. Он сказал, что я хочу участвовать. У него еще очень популярные песни. И он потрясающий. Все его любят. Я даже не знал, насколько он знаменит. 35-40 тысяч человек собираются его послушать. Он, по-моему, столько денег зарабатывается, не знает, что с ним взялось. У меня еще один друг. И это был большой успех, но мы сделали это. Я увидел письма хороших песенов для Америки. Это был номер один на письме. Это был номер один. Это Ли Гринвуд. Это Ли Гринвуд. Он замечательный человек. Ну, что насчет этого Холкстера, Халка Хогана, где он там? Ну, он дал, честно говоря. Могут называть это. Он потрясающей силой. Он поднимает человека 350 паундов на своей голову и потом бросает его на пол. Можете называть это развлечением. Выступление было потрясающее. Спасибо тебе огромное. Что это еще было такое? Я не был абсолютно к этому не готов. Был к этому не готов. Вчера были потрясающие ораторы. Тоже некоторые из них получают повестки в суд. Каждый день. Мы должны это остановить. Нашу страну они разрушают. Мы их побеждили во всем. И в импичментах, и в приговорах. Но время, которое вы должны потратить, это все. Если бы у нас не было этих гениев, которые хотели помочь нашей стране, у нас была бы страна гораздо более сильная. Джейсон, самая большая звезда в музыке кантри. Джейсон, спасибо тебе. Джейсон Олдин. Он хорошо. Я люблю его жена даже лучше, чем Джейсон. Спасибо, Джейсон. Но я рад приветствовать своего партнера. Следующий вице-президент Соединенных Штатов, сенатор из Охайо, Джей Ди Вэнс. Он будет замечательным вице-президентом. С нашим движением «Make America Great Again». Что вы собираетесь останавливать? Мы собираемся сделать Америку снова великой. Говорят, надо остановить мага, они нам говорят. Но он будет с нами долгое время. И это большая честь иметь его команде. Замечательный студент Yale, так же, как его жена. Это два очень умных человека. Так что от тех, кто это делает уже долгое время, приветствия и постарайся получить удовольствие над процессом. И огромное спасибо потрясающим людям Милуаке. Что-то в Висконсу. Хочу сказать, что желтые треугольники у них на головах, такие пенопластовые или что-то они там сделаны. Это символ. Вот эти треугольники. Эти головные уборы символизируют сырный штат. Висконсу знаменит молоком и сыром. Соединенные Штаты делают замечательный сырный штат. Мы тратим более 250 миллионов долларов здесь. И надеемся, что вы будете это помнить в ноябре. Я пытаюсь купить ваши голоса здесь сейчас. Вот что скажут об этом. Сырный штат. Висконсу. И мы сделаем Висконсу снова великим. Друзья, замечательный сыр делают почти во всех штатах Америки. Я здесь представляю видение для всей страны. Молодых, старых мужчин, женщин, республиканцев или независимых, черных, белых, спятых, 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 богатых, бедных. Мы все вместе проведем Америку к такому величию, которого мир еще не видел. Нас поразил ковид, мы не знали, что это такое, никто не знал, как с этим бороться. И потом мы исправили экономику, мы это передали ее моему. Нас никогда за это не поблагодарили. Нас не поблагодарили за победу над Айсис. За самые большие скидки налоговые, создание космической армии. Мы использовали то, что называется «право попробовать» лекарства, которые… ферментальные лекарства для смертельно больных людей, которых не было выбора, кроме как окончить свою жизнь. Есть лекарства, передовые, но еще не большие, полные проверки. Помогли многим. 52 года пытались добиться одобрения лекарства в некоторых случаях. Доктора боролись с этим, тоже не хотели, чтобы в их биографиях были случаи подобного рода. Такого риска. Но я смог их уговорить, чтобы это было использовано для тех, кто… Люди вынуждены были путешествовать в другие страны, чтобы получить медицинскую помощь. Сейчас меньше доли уверенности, что она им поможет. Тысячи жизней были спасены из-за того, что мы это сделали. И это замечательное чувство. Под нашим руководством Америка будут снова уважать. Никто не будет сомневаться в нашей силе. И наши границы будут совершенно закрыты и безопасны. Мы вернем закон, патриотизм вернем в наши школы. Вернем мир, стабильность и гармонию по всему миру. Но для того, чтобы этого достичь, сначала мы должны спасти нашу страну от провального, некомпетентного руководства. Абсолютно некомпетентного – это самые важные выборы, которые могли только быть в американской истории. Мы с этой администрацией находимся на пути в бездну. Люди разоряются из-за инфляции. И люди просто разрушают нынешнее поведение нашего правительства. Гигантские кризисы происходят сейчас в нашей стране, когда мы в этой замечательной арене находимся. Это вторжение людей, несущих разрушение, смерть, болезни по всей нашей стране. Никто такого никогда не видел. Это международный кризис, подобный которому мир... В общем, мало когда был подвергнут. Никто не может поверить в это. Спризер конфликта действительно над Тайванием, Кореей и Филиппинами. Мир на грани Третьей мировой войны. Это уже не война, когда танки идут туда и сюда. Туда-сюда. Это война на уничтожение. Время изменить эту ситуацию. Мы имеем дело с очень сложными, очень непримиримыми людьми. Наши люди смелы, только наше поведение смело только тогда, когда надо жульничать на выборах. Там у них проявляется смелость. Сегодня я клянусь замечательному народу Америки закончить опустошающий нас техно-инфляционный кризис. И мы будем добывать нефть. Сверлить, 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 другими словами. Бурить, бурить, бурить. Техас в восторге. Балать все. Все очень рады словам Дональда Трампа. Каждое слово идет в точку. Может, все представят, что они натворили. Цены будут понижаться. Мы сделаем все в таком масштабе, в каком мы это никогда раньше не видели. Настоящее, будем выплачивать наши долги и сделаем, урежем налоги. Я снизил налоги намного. И мы получили больше прибыли на следующий год. В сравнении с годами, когда это была инициатива, это было поощрение людей для того, чтобы участвовать в народном, участвовать в бизнесе, в предпринимательстве. Я изменил законы так, чтобы масса бизнесов вернулись, такие бизнесы, как Apple, вернулись в нашу страну. Они знают об этом. И мы сделаем это снова, но мы это сделаем еще лучше. Мы закончим кризис, связанный с нелегальной иммиграцией. Закроем границы. У нас были проблемы с очень недоговороспособным Конгрессом, когда мы строили сцену. Мы дали нашим военным около 800 миллиардов долларов. Я сказал, я возьму немножко денег и использую для строительства стены. Мы должны остановить вторжение. Что может быть лучше, чем построить эту стену? Сотни тысяч людей погибают из-за этого вторжения в нашу страну. Я закончил бы каждый международный кризис, который создала эта администрация, включая ужасную войну между Россией и Украиной, которая при мне бы не произошла. война, которая идет из-за того, что началась атака на Израиль. У Ирана не было денег для того, чтобы вести боевые действия при мне. Кто-то из когрессменов сказал, что нравится вам это или нет, но Ирана денег не было на то, чтобы они вести войну, притянули в Трампе. Я сказал Китаю, если они будут присылать нам электромобили, я обложу их 100% тарифом. Иран был готов с нами договариваться, но результаты выборов остановили все это. Они использовали COVID для того, чтобы жульничать. И они сняли все санкции, сделали все возможное для того, чтобы Иран оказался максимально близок к тому, чтобы получить ядерное оружие. Если возьмете 10 худших президентов в истории Соединенных Штатов, добавить сложности все вместе, они не сравнятся и не сравняться с Джо Байденом, с президентом Байденом. То, что он сделал, тот ущерб, который Джо Байден принес нашей стране, абсолютно немыслимо. Мы восстановим видение, силу, компетенцию и то, что называется здравый смысл. Ему его используют, принимая все наши решения. Мы дошли до точки, когда надо говорить о том, что надо пользоваться здравым смыслом. При мне была самая лучшая экономика, лучшая граница в истории мира, в нашей стране. Мы побеждали все страны, включая даже Китай. Я с тобой был инфляцией. Не можно сейчас себе представить, что происходило четыре года назад в сравнении с тем, что происходит сейчас. Мир был в мире, инфляция убивала нашу страну. Люди зарабатывали самый высокий зарплат в своей жизни. Сейчас люди даже не могут сэкономить сколько-нибудь денег сберечь из-за себя. Инфляция уничтожает страны, как ее называют. Помните Германию? У нас была худшая инфляция, которая у нас когда-либо была. в этом президенте. В серии года мои оппоненты превратили невероятный успех в непредставимую потерю. кстати, знаете, кто занимает работы, которые я создал, рабочие места? Нелегальные мигранты. миллионы людей, которые попадают в нашу страну, страдают из-за этого черное население и испаноязычное население. люди отнимают работы, предназначенные для наших граждан черных и латиноамериканского происхождения. И мне тоже. И вы мне тоже нравитесь. Инфляция превратила средний класс, привела к состоянию отчаяния. Меньше чем 4 года назад мы были великой страной и скоро мы будем великой страной снова. С правильным руководством каждая катастрофа, которую мы сейчас переживаем, будет обращена направлена на успеху. Мы восстановим американскую мечту. Мы уже так много и не слышим о американской мечте. Я очень вас прошу быть радостными по поводу предстоящего нам будущего, будущего нашей страны. И, кстати, новости всех этих телевизионных компаний сказали, самая организованная, самая наполненная энтузиазмом конвенция политической партии в Соединенных Штатах. И это правда. И любовь друг к другу в этом зале абсолютно не имеет себе равных. Так что я закончу сильными выражениями. было очень здорово и замечательные ораторы высказывали здесь. Каждый человек высказал замечательно. Я не хочу быть самым лучшим. Они уже... Я им уже дал идею, как им надо отмечать. Это была замечательная конвенция. И люди придут домой, и они будут вспоминать о том, как это здесь все было. Любовь движет теми нами. Обновление Соединенных Штатов и обновление Америки. Демократы пишут эти долгие, скучные документы, бессмысленные. Мы обещаем, что на все это мы ответим. Спасибо, господин спикер. Мы вернем в нашу сторону весь конгресс. С нами сегодня спикер конгресса. Спасибо. У нас много сенаторов и республиканцев. и меня, они с их помощью и я буду в нашем прекрасном белом доме через несколько месяцев. И это должно произойти как можно. Скорее мы должны это сделать. Самое время мы сделаем Америку снова такой, которая нам будет по карману, которую мы можем себе позволить. Наша текущая администрация, нынешняя администрация, рост 57% цен на бензин перечисляет цены, повысившиеся за время президента Байдена. люди не могут получить финансирование, не могут себе позволить финансирование, чтобы купить дом. Республиканцы обещают опустить быстро цены, стоимость жизни в Соединенных Штатах. Все вещи, связанные с ценой энергоносителей, и мы обратим на это внимание в первую очередь. Мы можем нажить, заработать целое состояние с тем количеством энергоносителей, которые есть у нас. Мы были энергетически независимы, но стало у нас будет еще лучше. мы будем доминировать как поставщик энергоносителей и будем снабжать весь мир в количествах, которые никогда не были непредставимы даже специалистами. и мы еще ниже опустим ваши налоги, которые собираются. Я всегда любил политику, следил за политиками. Они всегда говорят, они дадим вам, мы снизим ваши налоги. Я смотрел всю свою жизнь. все, о чем они говорят. Это администрация, единственная администрация, которая говорит о том, что мы поднимем ваши налоги и ожидаем, что за них будут голосовать. Вы платите слишком много. Мы дадим вам больше. Мы хотим роста в нашей стране. Это то, что заплатят за наше благосостояние. И потом мы прекратим то, что существует значительной мере инфляции. Это афера с так называемыми зелеными инициативами. Деньги, которые еще не потратили. мы перенаправим деньги на проект по зеленой энергии. Это полный обман, и мы эти деньги перенаправим на ремонт наших дорог, мостов и других важных для всех структур. Я прекращу в первый же день эти указы по тому, какие должны быть требования к производству автомобилей. я спасу тем самым великой автомобильной индустрии Соединенных Штатов от ее полного уничтожения. Все это стоит десятки и десятки тысяч долларов. и сейчас огромные заводы построены за пределами нашей границы в Мексике. Они построены Китаем для того, чтобы построить машины и продавать, не облагая их налогом в Соединенных Штатах. И это позор нынешней администрации. Они позволили этому произойти. как профсоюзные рабочие, так и нечлены профсоюза должны голосовать за Дональда Трампа. Они строят одни из самых больших заводов в мире. заводов будут построены для наших людей и в Соединенных Штатах Америки. И если они с нами не согласны, тогда будет тариф на 100 или 200 процентов от их стоимости. нами так долго пользовались другие страны. Даже те страны, которые считаются нашими союзниками, так и сгравами, они пользовались нашей беспомощностью и уничтожали своих конкурентов в нашей стране. Мы сделаем изменения, которые никто не видел раньше. И все сделки, которые были сделаны американским правительством, которые не идут на пользу Соединенным Штатам, будут отменены. Они в Китае должны были покупать на 50 миллиардов долларов наших товаров. Но тут появился то, что назвали китайский вирус. Мы не позволим странам приезжать и разграблять нашу страну, входить к нам и захватывать наши рабочие места, все будет сделано в Америке и только в Америке. и с Это очень простая формула, и Конгресс должен будет идти с нами рука об руку, и мы восстановим и нашу автоиндустрию, и многие другие без промышленности. В 20-25 лет назад производства были вывезены в Китай, и мы все их привлечем обратно. В центре нашей программы также снижение налогов, которыми облагаются работающие люди. И для работников отелей, в том числе того, которым я останавливаюсь, не будет налогов взиматься с чаевых, которые дают работникам сервиса. Недавно у меня был ужин в Неваде, где мы ведем 15%. Я вас там скоро увижу. Мы сидим в прекрасном ресторане, ужинаем. Как все происходит? Как все происходит? Ну, все хорошо. Добавляясь с нами, очень радостно. Тысячи тысяч агентов, восемь тысяч, восемь тысяч агентов, которые собираются сбором налогов. Я сказал ей, что там все вопросы. Была бы ты рада, если бы твои чаевые не облагались бы. Не облагались чаевые. Да. Я получаю информацию от самых умных людей. Это включая официанты. Большая-большая группа людей, пострадавших в этой ситуации, они могут зарабатывать деньги, пусть они у них и остаются. Миллионы людей не могут позволить медицинское обслуживание, потому что огромное количество людей приходит сюда. Тех, кому не положено это медицинское обслуживание, и они поглощают наши возможности административно-техническими. Мы очень быстро восстановим нашу страну. Америка не может добиться успеха, если мы не остановим вторжение нелегальных иммигрантов. Мы остановим вторжение на южной границе, и мы остановим его быстро. Брэндон Джедд. Брэндон Джеддва пограничников. Они хотят делать свою работу. Организация АИС иммиграционная. И они берутся с худшими бандами, которые только существуют. И они сидят здесь. Они хотят делать свою работу. И они идут на какую-то этих убийцу. Мы убрали тысячи и тысячи преступников из нашей страны. Вывозят преступников. Вывозили преступников из нашей страны. Я сказал, что я прекращу экономическую помощь. Они не прекратят гнать нам своих граждан. И они тут же позвонили мне на следующий день. Я не мог принять всех звонков. Если вы не заберете своих преступников, то вы идите караваны, то вы не получите экономической помощи от Америки. И мы подумаем самым серьезным образом. Они не ответили об этом. За 20 тысячи часа их забрали обратно. Годы и годы. Все пробовали, но президент Обама пытался это сделать, но они их не принимали обратно и приводили их обратно в нашу страну. Я сказал, больше никакой экономической помощи не будет ни одной стране, которая отказывается забрать своих иммигрантов. Своих иммигрантов-нелегалов. В сердце республиканской платформы обещание становиться веренной границей Соединенных Штатов. Я закончу этот кризис, написанный на экране. Кризис нелегальных иммигрантов. Две вещи в первый день. Первый – это бури-бури-бури и закрыть границы. Первый же день. Я издам вас для приказа. Я думаю, что все, как республикан, как патриот в этой комнате, и большие демократы, мы хотим, что люди, чтобы приезжали в нашу страну, но они должны попадать в нашу страну, легально. Никто не против иммиграции, друзья. У нас была самая закрытая граница, надежная граница в американской истории. Посмотрите на эти графики. Это сделано пограничной службой. Они все показывают. Последний раз, когда они показывали, это было во время покушения, мне не удалось ее хорошенько рассмотреть. Но без этого графика меня бы здесь не стояло, на этой сцене. Я бы так на нее не увидел никогда. Да, в тот раз я не рассмотрел. Сейчас вижу, и я очень горжусь. Посмотрите на эту стрелку внизу. Это самый низкий уровень делегальной миграции в нашу страну. Это была моя последняя неделя в овальном кабинете. Смотрите, что происходит сразу после этого. Начинается вторжение в нашу страну. Мы остановили его. То, что было при нас, это мелочь. Посмотрите, что случилось, когда я ушел из поста президента. Мы сделали много вещей, касающихся упорядочения иммиграции, махинации с предоставлением убежища. Кущая администрация прекратила все и каждую приказы нашей администрации, правила, введенные нами. Легально сотни тысяч людей работали над тем, чтобы приехать в нашу страну, и сейчас как это несправедливо. Их место занимают нелегальные мигалы. Люди хотели пропасть в Америку легально. Думаете, легко было договориться с президентом Мексики о том, чтобы нелегалы оставались в Мексике? Причисляют вещи, которые Джо Байден отменил и отменил на прямо противоположные, в том числе статья 42, которая помогала развернуть нелегалов на границе, потому что офицеры были сомнения в состоянии здоровья. весь мир идет через наши границы. Наши очень глупые администрации, которые есть сейчас, они приходят со всех концов земли к нам, Африка, Азия, Ближний Восток. Количество, которых мы никогда раньше не видели. Эта администрация абсолютно ничего не делает, чтобы их остановить. Они приходят к нам из тюрем, они приходят из сумасшедших домов к нам. Кто-нибудь видел из вас фильм «Молчание и гнят?» У меня всегда прежит анната. Да, покойный Геннебалек. Но он бы хотел вас иметь на ужин. Это безумие. Это тот тип безумств, безумств, которые привозят в нашу страну. Правила администрации Байдена и их государства. Они берут своих преступников и привозят их в нашу страну. Президент одной страны говорит о том, как у них стал низкий уровень преступности. Конечно, потому что они завозят своих преступников к нам. Он их присылает просто сюда, я понял. Вынимает их из тюрьм и присылает в Соединенные Штаты. И при этом говорит, как замечательно он руководит страны. если бы я был президентом, я бы вообще всех послал из этих стран там, сюда, в Америку. Я был бы хуже, чем они, если бы я был на их месте. Но мы стали помойкой для всего мира, потому что мы идиоты. Я не могу даже понять, каким образом вам удается делать все это, причинять нам весь этот ущерб, который нам был причинен. Денисуэла, Каракас, высочайшая преступность в Каракасе. Очень опасное место, но уже нет. Уже 72% это число, на которое упало преступность Юнисуэля. Так что наша следующая республиканская конвенция будет в Юнисуэле, потому что это очень-очень безопасно. Преступность в Сальвадоре тоже на 70%. Уже он упал на 70%. их преступность упала, потому что они присылают своих убийц к нам сюда. И это очень плохо. И вы видите, какие кошмары происходят на нашей стране и не видно просвета с текущей администрации. Я начну самую большую операцию по департатству нелегалов в истории Америки. даже больше, чем это сделал президент Двайт Дэйзенхауэр 70 лет назад. Он верил в границу. Недавно я говорил со скорбящей матерью Джорсуэнн Гарри, замечательной женщиной. Ее 12-летняя драгоценная дочь в прошлом месяце была связана и задушена насмерть. Ее тело было выброшено на обочину. Было найдено прохожими, которые не могли себе представить, что такое могло произойти. Два нелегала из Венесуэла убили тёстом в границе и были арестованы освобождены и совершили это преступление освобождены той самой администрации, которая у нас сегодня имеется. Еще одна женщина Рэйчел Моррен, мать пятерых детей, зверски изнасилована и убита. Она вышла на пробежку, она старалась держать её в хорошей физической форме. белый дом способствовала тому, что этот преступник был пущен в нашу страну. Лос-Анджелес и преступники вторглись в квартиру, где была мать и девочка малолетней. Я провел время с этими людьми, это уже невосстановимо, то, что произошло с нами. Лейкен Ралли, студентка медицинского колледжа, она пошла на пробежку во университете Джорджии, была атакована и убита опять же нелегалом, который был выпущен на свободу этой администрации. Сегодня Америка это моя клятва вам. Я не позволю этим убийцам совершать свои преступления. Я буду следить за безопасность наших членовей и дочерей. Вернем безопасность нашей улицы, стабильность миру. я был первым президентом со временем нашего времени, который не начал ни одной новой войны. и увидели эту страну. Виктор Борбан смелый, очень крутой президент Венгрии. я не хочу, чтобы люди приходили в мою страну и взрывали наши торговые центры. «Только один способ, которым вы можете это решить. Вам надо вернуть президента Трампа». АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Он использовал слово, которое я не могу использовать. Пресса скажет, что я хвостом, я не хвостом. Россия боялась его, Китай его боялся, все боялись его. Ничего не должно было происходить, весь мир был в покое, и сейчас мир разрывается на куски. Под президентом Буша Россия вторглась в Грузию. При Бабаме Россия забрала Крым. При нынешней администрации Россия хочет захватить всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не захватила. Мы победили 100% Айси в Сирии и Ираке. Мне говорили, что это займет пять лет. Мы сделали это за пару месяцев. У нас отличная армия. Если бы не дураки наверху, был бы другой результат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы можете общаться с этим Ким Чен Ыном? Ну что, надо научиться идти сосуществовать всем, у кого много ядерного оружия. Я находил с ними общий язык, и мы остановили запуск ракет. Это ракет. Он хочет, чтобы я сюда вернулся ко власти, между прочим. Наши оппоненты унаследовали мир в покое и превратили его в пожар. Украина. Мы все против Украины. Города разбомблены, люди не могут там жить. Это началось с ужасающим побегом из Афганистана. 13 героических военных военнослужащих Соединенных Штатов были убиты, и никто даже не говорит о количестве раненых. Ужасные раны. У нас есть человек в этом зале, который идет в Сенат из Штата Невада. Он заплатил очень высокую цену. Всем спасибо. Он заплатил высочайшую цену когда-либо. Кем-либо, кто когда-либо боролся за место в правительстве. Но Сэм я думаю платил реально мы говорили о сэме много. Он заплатил самую высокую ценность всех сенаторов. И никто не подошел даже близко к тому, что он сделал. Сэм Браун Сэм Браун Многие враги американского народа осмелели пусть только они увидели эту катастрофу. У меня был план по уходу из Афганистана, но он только был основан на том, что положенная сторона все делала как было оговорено. Я говорил с главой Талибана, вы слышали эту историю? Абдул? Он все еще там. Почему вы с ним говорили? Он просил меня прессу. Я говорю, это тот человек, от которого зависит убийство. Я ему сказал, больше так не делай. во время администрации Обамы солдат были уничтожены. Я понимаю, он меня называл ваше происходище. Называет ли он кто-то другого? И ваше происходище от действия? Он просто им что-то отдал. Сейчас Афганистан самый большой торговец оружием. Один из самых больших торговцев оружием. Он мне сказал, зачем мне показывать дом моего дома? Ты показываешь фотографию. Я сказал, спроси кого-нибудь из своего штата или спроси кого-нибудь из твоих жен. После этого 18 месяцев не было ни одной атаки от талибана на американских солдат в Угнистане. А потом был этот день, когда солдаты были убиты. И зудкие выборы, ужасная атака. и одна из самых лучших баз в мире военных баз и программ была захвачена талибану, отдана талибану. А теперь это все в руках Китая, все эти вооружения. Китая окружает Тайвань и российские корабли находятся в 60 милях от нашего берега. Если бы наши атомные подводные лодки были на Кубе, были бы 60 мил от нашего берега находились российские атомные подводные лодки. Я думаю, это не просили бы ни одному другому президенту. Мы хотим, чтобы вернулись заложники и лучше бы они были возвращены до того, как я займу офис, иначе будет цена слишком очень высокая за то, чтобы их озвернули Хамаз Израилю. Кстати, 6 американских или 8 американцев находятся в заложниках Хамаза. ни слова от Джо Байдена кончатся в годы войны хаоса и беспокойства во всем мире. У нас не было войн, когда я был президентом. Я останавливал войны с телефонным звонком. Мы восполним наши вооруженные силы так, чтобы никто из наших врагов не мог ударить по нашей стране. И мы построим все полностью в Соединенных Штатов. Висконсин, так же, как я тебе дал этот массивный контракт. Спасибо, губернатор. Замечательные эти броненосцы, которые здесь строят эсминцы. Эсминцы, да. Висконсин их строят. Они получили. Они выглядят как яхты. Мощущий контракт. Все его хотели, я его отдал Висконсин. В Израиле есть железный купол. 342 ракет. Только одна проникла через этот железный купол. Рональд Рейген хотел это осуществить в нашей стране очень давно. Мы его называли звездными войнами, чтобы его высмеять. Сейчас нас верят на технологии. Почему она должна быть у других стран, а не у нас? ничто не может привести здесь и привести в горе нашим людям. Мы будем помогать Америке в первую очередь. выпустим на волю силу американского новаторства. Окончим с многими болезнями. не хочу упоминать с тобой имени. Мы найдем лекарство от рака и ничего не произошло. нас не каждого с Хаймера. Нам нужен такой руководитель, который не позволит мужчинам заниматься женскими видами спорта и часто в женских соревнованиях. И мы установим и обновим нашу страну. И сделаем ее чистой и красивой снова. в первую очередь это касается столицы США. Мы из Эстонстана едут в Вашингтон и там это кончается ножевыми ранениями, убийствами, грабежом. Этим будет покончено. Америка на грани нового золотого века. Нам надо превратить это в движение. Мы должны это сделать никогда не виданной ранее золотой век. Нам надо производить огромное количество энергии. Если вы посмотрите на некоторые вещи, которые были сделаны, и это то, что мы сделаем еще. Для искусственного интеллекта осуществление этой компьютерной операции необходимо огромное количество удвоенной мощности энергетических ресурсов компьютеров. За 9 миллиардов долларов они построили 8 зарядочных станций для автомобилей при администрации Байдена. 9 миллиардов долларов. 8 зарядок для автомобилей было построено. Если вы это сделаете, я поддерживаю электрические вещи, электрические средства передвижения. Но если кто-то хочет купить машину другую на бензине или гибридную, этому не должно быть препятствия, я остановлю этот приказ правительства Байдена в первый же день. Заключение. Несколько дней назад мое путешествие вместе с вами почти закончилось. Однако мы здесь вместе собрались сегодня вечером говорить о будущем, о том, что она нам обещает, и о том, что мы очень любим. Мы живем в мире чудес, мы живем в мире и не знаем, куда поведет нас приключение под названием «Жизнь». Недавно получил записку «Я люблю ваши истории», которые рассказывают перед людей. «Пожалуйста, не пользуйтесь плохими словами». Мне было немножко стыдно. Большой разницы он сказал «не сделает», но я поговорю потом. Это написал Фрэнклинг Грэм, который выступал сегодня. Сын Билли Грэма, давший молитву. Мой отец водил меня послушать Билли Грэма на стадион «Янкис». Ну вот, вставал к трибуне и был совершенно потрясающим оратором. Фрэнклинг был замечательным сегодня. я стараюсь, я стараюсь, Фрэнклинг. Если что-то стало ясно прошлого суббота, то, что каждый момент, который у нас есть на этой земле, это дар Божий. Каждый день, каждый день должен быть использован для того, чтобы сделать добро тем, кого мы любим и стране, которую мы любим. Это движение всегда было не обо мне, оно про вас, дорогие. Его нельзя остановить. всегда было для патриотов много работающих. Мы соглашаемся на слишком малое в жизни. Стоим другим людям, другим странам. Я здесь с вами для того, чтобы сказать вам, что ваши ожидания недостаточно велики. того, что вы ждете от этой жизни и должны требовать лучшего руководства в мире, безжалостного и неутомимого. Мы можем это сделать. Американские амбиции, наше замечательное право к рождению, мы должны перестать сражаться друг с другом. если мы не перестанем этого делать, наша наследие, наша судьба не реализуется, не совершится, как она предотвертана. Мы объединимся, мы соберемся, мы будем вместе. Нас объединит наш успех. Это история любви, самопожертвования и многих других вещей. И помните, освящение, посвящение себя, оно не имеет неравных. Американцы, перешедшие Делавер, пережившие дики морозы и победившие британцев. Тысячи миль пройденных вдоль опасных окраин Америки. Бесстрашные американцы, отбившиеся на горные хребты, шедшие вдоль бесконечных границ. Американцы, бесстрашно шедшие в бой, убеждавшие своих соперников, отдавших свою жизнь за свободу битвы при Гетельсберге. Так много великих людей в нашем прошлом, и мы должны дорожить этими людьми памятью о них. и строительство памятников этим людям это хорошее дело, не плохое дело. Для них ни один вызов не был чрезмерным, ни одна проблема не была чересчур. и они убедили, они верили в Бога, своего Бога. Так же, как наши третки, мы сейчас должны собраться, подняться над нашими прошлыми разногласиями, объединиться как один народ, одна страна, и подняться верности нашей стране, нашей прекрасной стране. Сегодня прошу вашего партнерства, вашей поддержки и вашего голоса, чтобы сделать нашу страну снова великой. Ваша честь это то, что вы мне доверили свои голоса, указали мне доверие. Я буду защищать тех, кем пренебрегли, кого бросили, и оставили на произвол судьбе. И мы будем побеждать, побеждать, побеждать. Победим, 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 победим. ничто ничто не уведет нас с избранного пути, нас не замедлит, и что нас не остановит. не не ни 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 не встретили, мы не остановимся, мы не подвезем друг друга. Вместе мы спасем эту страну. Мы восстановим республику. И мы вступим в эру американского будущего. Большего, яркого, смелого и более объединенного, чем когда-либо раньше. Проще говоря, мы снова сделаем Америку великой. Очень быстро. Висконсин, спасибо. Благослови Бог нашу страну, Соединенные Штаты Америки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!